Подожди, я вернусь на славу, скажу Итак, слушаю вопрос Чтобы задать вопрос, надо поднять руку и задать Жду 15 минут и закрываю сенсор Все записали? То, что на доске записали все? Все записали? Все, да? Или, наверное, вытирают Напишите 11 пунктов, где-то подобное Где, Паша? Валерия Сюда вот приведи Ты же пришел Я уже закончил Взять 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 Хорошо, люди с тобой договариваются. Ну, у тебя записано? Как нет, а на АЗИК? Кто писал? Я писал на книгу. Не помню, нужно. Пиши. Это не механизмы многоподобия. Это каким критерием отвечает вот это состояние? Давайте. Кто помнит? Аз, Бог живущий, дворящий, дворящий, дворящий. Кто такой Аз, Бог живущий, дворящий, дворящий? Сейчас начинка. Сейчас все начерт. Чем богоподобие, образ и подобие отличаются со состояния Аз? Это разные вещи. Чем богоподобие. Сейчас я обращаюсь. Продобие надо. Так. Аз, Бог, верно. Но, что? Вот так. Аз, Бог, верно. Ну, вот, мы с этой пары вращаемся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, все это многофункционально, вот и состояние, в котором находится человек, как выглядит подобие обозра. Вот теперь приложите, к тем, кому говорят, что он такой, да. И перечитайте биографию и сделайте, сразу же соответствует, не соответствует. Вопрос в соответствии. Как вам объяснить? Дух воплощен в положении вещей. Статика по сути своей. Приводит, да? Ну вот смотрите, мы же сейчас находимся здесь. Вот это положение вещей, оно же для вас статичное, да? По сути это воплощение, способность воплощения духа в положении вещей. Системы кардин. Презинхронизированный рост. Почему человек живет? Ну я же уже объяснил. Мир, это мир. Миром живущий, это как раз достигший состояния. Я говорил, можно жить миром, постаментом, спасом, успехом и так далее. Кто чем живет? Кто образ жизни? Да. Мир это состояние мирянина, живущим отдельно, ну то есть мир это же вне Руси, там где живут боги. Да, это вне Руси, да. Сначала мир, потом Русь, потом мир. Да. Ну вот давайте я вам скажу. Так, чтобы вам было вообще понятно, ну на примере приведу. Помните, была Греция, там был Олимп, на котором жили боги. Вот Олимп это мир, Греция это Русь, а Аид это Инамиль. Да. Ну вот чтобы вот так даже объяснить, чтобы было понятно. Придом боги, вы помните, совершенно спокойно шутались с Олимпом. Гру на Русь и назад на Олимпу ходили. Напоминаю. А у Слезаан богами все становились, а не вложили. Вы помните, что наше Евангелие прямо пронизано путем Суса Христа из состояния человека в состояние Бога. А он вообще по сути своей отгодил. Да. И то, что он сказал в Евангелие от Иоанна, кто любит меня за мной да последует, он имел в виду, не любит его конкретно. Он тоже зашифрован. Конечно, безусловно. Мы поговорим завтра об этом. Что, чем зашифровано, как зашифровано. Взор, как зашифровано. Евангелие, каким шифром. О чем Боговадди-то. Вовремя, которое приведено, да? Что значит? Да, попробуйте, конечно. Ну, попробуйте, да. Я не знаю, сможете ли применить. Достаточно будет информации? Ну, информации будет достаточно. Сможете ли применить, вот вопрос. Потому что вот пух. Всякое дело некого умения как бы требует. Но надо с этим не один день поработать. То есть я же тоже из первого раза научился дешевровать. Надо посидеть с этим, с карандашем сидеть. Думайте, с ходу. Попробуйте. Скажете мне потом. Окей? Не будет получаться, я что-то другое подскажу. Как сделать. Подробнее про постамент расскажу. Валя. Постамент, что о нем говорить? Это образ жизни. Это некий образ жизни. Абсолютно иной, нежели которым живут люди на планете Земля. И о постаменте говорить можно до бесконечности. И все это будет звучать очень красиво. И всех это очень нравится. До тех пор, пока не доходит дело до делания как раз таки. Потому что этим надо жить. Методика постамента, она состоит единовременно из трех вещей, соединенных воедино. Это отречение, которое прямо в пропорциональной силе. Это соответствие. И это выполнение долга. Все начинают это понимать так, как им это нравится. А не так, как это есть на самом-то деле. И... То есть постамент — это вечность. И... По сути своей, принявший постамент умирает. Что на сегодняшний день в том материальном мире, в котором живут люди, им крайне сложно идти этим путем. А по сути своей, эта методика единственная в мире, которая дает вот эту реализацию. По сути своей, которая написана на доске — это единственная методика в мире, которая вообще способна дать этот результат. И другой такой методик нет. Эта методика в наших предков пришла. По сути своей... Я даже, Олег Петрович, затрудняюсь, что-либо еще об этом говорить, потому что... Ну, надо отличать две вещи — методика и жизнь. Разные две вещи. Все, что вы здесь делаете, вот что вы здесь делаете, вы используете методику постоянно. И у меня просто другой нет, я другой не пользуюсь. Поэтому результат вы видели за... Меньше, чем за 60 секунд, правда? Потому что это постамин. Именно поэтому. Ни почему больше. Ничего таких результатов с такой скоростью не дает, как постамин. Но при этом есть цена вопроса. Есть цена вопроса. И цена этого вопроса... Вот то, что описали. Отречение соответствия выполнения дома. Если нет этих трех соединенных вместе вещей, то ничего вот этого, вот так за одну минуту не будет. То есть люди... Меня много спрашивают, Олег Петрович, а можно я приму постамин? Да живи, постамин. Я ему всегда говорю, живи, постамин. В крайнем случае на смертном одре, Констате, выход. Живи, постамин. Что тебе мешает? Надо же... Надо попробовать жить, постамин. Хоть один день. Вы уже видите, что с вами начнет твориться. Понимаете? Постамин это не памятник в парке. Можно залезть на постамин и стоять в парке. А я себе советую лучше пойти куда? В магазин, купить бюст Ленина, поставить дом и выступать. Не надо мучить себя, издеваться над собой. Постамин начинается с граммы. Грамма это гражданское монашество. Все вторично, служение первичное. Представьте себе систему координат, где все вторично, а служение первичное. Вы поймете, что вы ее представить себе просто не можете. Попробуйте ее представить. Первое упражнение. Посмотрите, что так получалось, как у меня. Истинный вопрос. У нас был парень, который здесь находился. Который, когда это все узнал, услышал, Он просто сказал в интервью, Надо оставаться самим собой. И просто уехал в торе. И его больше никогда не видел. Потому что все, что я здесь говорю, Прямо противоположный тому, что он такой. И он честный человек. Я его уважаю. Я такого человека уважаю. Он прямо себе сказал в лицо. Я это все ненавижу. Я это все ненавижу. Мне больше нравится несколько другое. Человек всегда выбирает. Помните, когда человек крестит, да? Он трижды отрекается от сады. Мошенничеет. Все правильно, да? Да, до сего-то. Но они же как бы отреклись трижды от сады. Но вот в тот момент. Вы понимаете, да? Это тогда было. Не обстоятельства, но обряд крещения. А потом, так сказать, опять причастились. Вот вам весь прикол. И это мы видим каждый день. Разница огромна. Постамента и что-то другого. Оно бросается в глаза сразу. Но! Я говорю, есть цена вокруг. Есть цена вокруг. Но все, что здесь, это все противоположно тому. Я же вам уже сегодня говорил. Вы как бы становитесь жителем другого мира. Совершенно. А здесь вы в гостях. Но умерший один раз, второй раз умереть не может. Да. Да. Что самое главное. Да? То есть, ну. Исчезает страх. Если вы, конечно, его приняли, они притворились, что приняли. Есть товарищи, которые сказали, что приняли, а на самом деле притворились, что приняли. Ну, чего мы таких ставим на совете и освобождаем его обязательства. В силу того, что он всех обманул. Ну, прежде всего в себя. Ну, конечно, не в собственном. Да. Потому что, ну, так получилось в этом разе. Ну, так же, как бы приобрели кричи. Да. Ну, всегда так получается. Человек слаб. Не бывает. Ну, мы очень стесканим. Да. Отпустимся. И когда мне люди говорят, Олегович, а можно со мной пожёстче? Ну, Черкашин, например. Он говорит. Чего с Черкашином пожёстче? Чего с ним пожёстче? Зачем с ним пожёстче? У него и так всё в порядке. Просто Дурында хочет, ну, он нахватал свою Алиса Геннадьевну. Какая-то грянь. Разбежаться, прыгнуть на арбуз, повиснуть и висеть. Ну, ну, ну. Точно копия Алиса Геннадьевна становится. Разбегаться, прыгать на арбуз и повисать. Ну, ладно. Алиса Геннадьевна, она же начинает дрыгать руками и ногами, пищать и кричать. Олег Викторович, снимите меня. Алиса Геннадьевна. Я её снимаю. Я её снимаю. Черкашин сказал. Никто не снимает. Я говорю. Ребята, тысячу раз объясняю. Мужикам объясняю. Так. Женщинам по-другому. На другом языке. Женщинам говорю. Милые люди. Вы совершенно бескультурный человек. Надо взять вилку, нож, разрезать арбуз и спокойно его съесть. Мужикам про стадо рассказывают. Непромедленно спустимся сбоку. Да, 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 да. Не надо никуда торопиться. Там, видите, написано абсолютно остатик. Видите? Торопиться не надо. Торопиться. Спокойно спускаемся в сбоку. Спокойно. Летодично отрабатываем. Как положено. Надо никуда бежать. Но всё придёт, ребята. Бог человеку даёт ровно столько, сколько он может вывести в этот момент времени. Становитесь сильнее и больше даёт. Ещё сильнее и больше даёт. Ещё сильнее и больше даёт. Всё. Надо никуда бежать. Надо нестисти. Надо соответствовать, выполнять долг и жить в состоянии отречения. И всё. Я много раз рассказывал историю про моего друга в Москве. Когда была такая ситуация, когда шесть человек остались против всей Москвы. Вместе со всеми причиндалами и регалиями. И когда человек приехал к ним и говорит, Макс, ну что вы будете воевать против всей Москвы с его спецслужбами и так далее и тому подобное. Максим Владимирович сказал ему фразу, от которой он повредил. Он взял некий предмет такой, на пальце повернул и сказал, что погибшие за веру попадают в рамки. Да и так же закончилось. И все расступились. Помните? Рыцарство европейское. Он говорит, был ли ты сегодня на исповеди? Если нет, пойди помолись. Я ещё чего не понял. Я приготовился к смерти. Приготовь все еды. И мой тебе совет. Замени копьёй и пересядь на свежего коля. Чтобы потом не говорил. В прошлый раз. Что по мнению моей лошади. Очень неизвестному рыцарю. Повезло выбить меня из земли. Он говорит, замени копьёй и пересядь на свежего коля. Ну и всё. Всё просто. Делай что должно и будь что нужно. Понимаете? Да? Павлович считал это и дядя. Ему совсем не нравилось. Офицеру будь что-то. Ему нравились управляемые результаты. Это как любого руководителя. Прогнозируем управляемые результаты. И учил меня. Прогнозируем управляемые результаты. Записались все. Теперь АЗ. Ирина Игоревна. Ваши выход на сцену. Этот у вас должен быть. Да. Как любви мне кажется. Этого помните? Да. Грузовой. Сможете начать? Пастамин это такая штуковина. Вам знаете я поняла. Лучше про постамин спросить у Ольги Викторовны. Она вам больше расскажет. Она к нему почти полтора года шла. В приятию поставить. Мне ей пришлось помучить. Да. Дюношка. Не. Ну я же не сильно. Есть еще. Да. Да. Они стоить сочи не хотят. Да. Да. Потихоньку. Процедуруем. Вот. 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 Они же неверующие формы все. Надо все показывать. И чем больше фокусов тебе лучше. Да. Самый лучший фокус когда ночью припирается. Какая-нибудь фигня. У меня домой. Да. Ну. Не верь в глаза свои. Верите мило. Я Алиса так воспитывала свое время. Она мне там. Она встанно как раз говорила. Точно как кузина. Один восьбой. На хер ме я послала. Отворачивалась. Ну, вот так. Ну, че. С Алисой в это начали процедовать. дура сразу на утром расскажет дома никого стоит такая меня а потом на балкон вышло там 200 ворона летят на неё олег ликторович я больше не буду и садятся все рядом она говорит потом вот так вот короче месяцок с утра до вечера вообще женщины становятся много процентов много процентов и все хорошо становится если реально после этого так периодически только вспоминает сразу же думает ну его нафиг с товарищами общаться очень не хочется ну папенька выкарит да да иди мне гости она бы мне показала давай так просто превращается в янт переодознательно ну объяснишь, да, сейчас? Валентина Евгеньевна, она давно бросила такие Валентина Евгеньевна, она занималась к некоторым временам Ну это не... Уже годы не те Что? Уже годы не те Уже все Да? У нас астральная связь У меня не везде прикол Внимание чуть рассказывает Это что? Я только что дослужил Приколы не разговаривайся А еще я только что дослужил Давай еще раз Рассказываешь Мы начнем с точки А То есть А это Первопричина Точка С которой берет начало сила То есть все силовые вектора начинаются Это буквы А Она же формирует А То есть сила Первая Систерная Компонентная Это компонент силы Следующая Это З З У нас обозначает Механизм реализации Отдельно отстоящих человек Посредством которого Дух воплощается в положение вещей И раз воплощается из него Р Это Механизм обеспечивающий Соответствие Богоподобию О означает Придание Здесь В точке координации Центральная В которой все растет Это Компонент А У Если Нужно Слово Рассмотреть Означает Смысл Жизни И Далее Посредством Выполнение Всех Трех Параметров Да Теперь можно обратиться К методике А именно Силе Которая Прямо Пропорциональное Отвечение Механизму Реализации Благодаря Которому Выполняем Долг Механизму Отвечающему За соответствие Богоподобию И Служению Которое Происходит Посредством Предания Мы Реализуем Методику Постумент И воплощаемся В результат В я Еще В любых Существует И Посредством Чего Еще Это Возможно Г Это Глаголи Эталонная Система Тренировки Она Молитва И Это Исток Откуда Происходит Изначально Изначально И И Ш Или Ш Это Путь Духовного Развития Духовного 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 Даниса Исток, изначальная субстанция, откуда берет значение знания. Весь механизм мироздания, творения. Исток, изначальная субстанция, изначальная точка, начало силы. За это механизм реализации, находящийся вне человека. То есть, реализация силы посредством этого механизма реализации, которая позволяет воплощаться в духе положения вещей, то есть система координат. Использование этого механизма в сотворчестве с Богом, как части механизма миропостроения Бога, и есть состояние аст Бога живущего. Идем по кругу написано, ЗОООР. Да? Вот как выглядит славянский язык Знаете Сальский? Ну это уже вопрос Духовной Академии Мы ни на деловом, ни на психосомологическом курсе глубоко это не преподаем Ну смысла нет, кому это интересно Всем же интересуют что-то Ну как бы Некий результат Ответили нам? А вот в Бугвицах и обозначение проявят АС Человек-бог же ученый Ну да и в Бугвицах Ну не, это у Трева, да? Ну понятно Это уже четвертый период ожидается Третий, четвертый Да Опа, День Палатрии до задачи, да? А вот так Не связано? Что у нас? А, не связано все-таки с Вселенскими? Нет, не связано Не связано Не связано, да? В темную сторону ходят, в светлую, в дачный центр Нет? Нам бы только Вселенную Черток волка Да Черток волка И еще только лисы Черток волка Рассачиваемся У нас то афигенно Да, у нас то становится афигенно Да А потом просачиваемся в следующий ченток Кабана, а у нас встанется еще один день. Еще вопросы? Что может закончиться для человечества? Алиса, а чем может закончиться для человечества? Глобальная катастрофа. Глобальная катастрофа. А вы как думаете? Да? Чем закончится деградация? Тем, что снова начнет все восстанавливаться и все вверх пойдет. С уничтожением того, что здесь есть. Или нет? В курсе раскола верной религии подробно это объясняется. То есть скорости деградации, падения вниз уже все, полный предел. То есть полный диапазон достроился полностью до автоматизма в материи. И скорости уже развернулись обратно наверх. и развернулись в область мышления. То есть сейчас абсолютно всех людей без исключения на планете Земля как бы выбрасывает справляться со своим мышлением. То есть скорости заставляют людей справляться со своим мышлением. То есть это вот первая точка КВУ на резонансном градиенте. Это способность справляться со своим мышлением. И это позволяет полностью достичь комплекс расту. То есть он восстанавливает эти изначальные способности. После чего вам необходимо просто обретать силу этих способностей. Все. О, еще есть вопросы. С Антоновичем не разбирались ли? Ну, я не разбирался в причине того, что я не понимаю, что с ним нужно сделать. Ну, просто трактуется, что с восточным механизмом, или как раз с механизмом, вот не механизмом, а модели Вселенной, галактики и так далее. Движение ее. Зарчики разные бывают, но я понимаю. Ну, они там, да, разные качества. Такси они заврачивают. Ну, вот она, она вот развернула. Ну, только погожая, погожая. Да, вот она вот. Да. Золот. Левитация. Левитация. Знаете? Я никогда не занимался левитацией. Не знаю. Не знаю почему. Меня это просто никогда не интересовало. Ну, возможно возможно. Да, возможно это возможно. Просто я не понимаю зачем. Телепортация и левитация и левитация это же разные вещи совершенно. Да, когда мы говорим о том, чтобы быть в другой точке, да, в том числе и телом, так это мера славянская решает эту задачу. Когда мы говорим о левитации, так понимаю, что мне нужно сесть куда позицию и подняться на 20 сантиметров или на 30 пола перед вами. Чтоб вы всех захлопали. А я говорю о том, что пользу приносит. Какую задачу тебе? Да, решает. Ни разу не слышал. Ни в глубокой древности. Знаете, бывал я очень много где. Могу рассказывать часами. Ну, я мало рассказывал про это, но бывал я много где. И не только здесь на земле. Ну, понимаете. Скажем, прямо. И ни разу не слышал про левитацию. Многие вещи я придаранил, которые, ну, просто, они все внеземного происхождения. Ни разу не слышал, чтобы даже в хорийском диапазоне кто-то говорил про левитацию. То есть даже при планете в два такта только духовный диапазон, а больше ничего. Вот. Потом наивысший духовный диапазон. Я даже там никогда не слышал ничего про левитацию. То есть никто это просто обсуждал. В какой-то разу. Есть куча вопросов, да, такого. Которые там, ну, совершенно абсурдного характера. Которые, вот я, ну, не могу даже себе представить, что вообще можно абсурдно. Но он интересен всем. И там есть причины почему. Вот левитация не разу не слышал. А то, что вы говорите, перемещение из мира в мир, это мера славянская. У нас все их занимаются. Совершенно спокойно. Игорь, а вы говорите о половинности земли. Какое мера с земли нашим? Вот вы были на планете два такта видите, да, планеты? Два такта диапазона. У нас полный. У нас десятка. Вы полный, да? Полный. У нас полная десятка. Полный диапазон. Полная диапазонная планета так называемая. Есть две трети, пять четвертых и так далее. Это вот полный диапазон. То есть десять тактов диапазонов. У нас полный. Все виды. И духовный, и мир психики, восприятия и так далее. И мир физический. У нас все есть. На нашей планете. И это большая радость. Только пройдя полный диапазон, который нет, и человек может двигаться дальше. Кому есть куда дальше двигаться. Только эта планета позволяет обрести силу. Только такая. Она для этого и существует. Этот вид планет для этого и существует. Что люди, переродившиеся на этих планетах, достигают состояния Богоподобия. И только на этой планете можно достигнуть состояния Богоподобия. Только на Богоподобии. И достижение состояния Богоподобия без принятия постамента невозможно. У вас ничего не получится. В крайнем случае, до сегодняшнего дня у одного человека на земле не получилось. Иначе. И что бы мне ни говорили, я четко понимаю, куда приведут те методики, которые я не предлагаю. Опять к полнейшему разочарованию. Уже прежде чем, ведь Бог делал там убийство. Что состояние Богоподобия, оно начинается с чего? С истины воплотения. То есть, надо истину сначала принять, прежде чем приять постамент. А если вы примете истину, вам ничего не останется, кроме как принять постамент. Трудность с принятием постамент заключается в том, что прежде чем приять постамент, нужно принять истину. А истину приять не можно. То есть, как минимум, нужно перестать себе врать. Это как минимум. Себе лично перестать. А человек этого сделать никак не может. Ему очень нравится себя гипнозировать. Ходить на шоу разные. И так далее и тому подобное. Где ему говорят, что он офигенный. И что на его горбу скоро в рай будет. Но ему это открыто же не говорят. Вы же понимаете. Сидит в сборе еще в кухне. Тихо МЛМщиков или кого-то. Когда-то мой друг сказал, вас пригласили на одну Инстейшн МЛМ. Ну, короче, вечером в крутом отеле. Он говорит, ну пойдем, Олег, сходим. Интересно же. Я говорю, что я там не видел. Я уже их видел. Он перевидел. Ну пойдем, ну пожалуйста. Ну ладно, пойдем. Там пригласительные билеты. Ну пришли, сели. Ну они же придурки там все. Одного. Там же нормальных людей нет. Вот. И один из них решил под Родби Гейджа сократить. И переповторил его. В одном из его выступлений. Они же не знают, что я наизусть знаю все выступления Родби Гейджа. И всех остальных. У них даже в голову не может. Что я досконально знаю механизм. Все механизмы сбыта, которые существуют в мире МЛМ. Мне это прошло поколение. И он сказал, мы создали индустрию маниакального стремления к успеху. Мой дух мне сказал наука. Да. И отсутствие всяческих наук. Обе духа. Абсолютно верно. Маниакального стремления при отсутствии всяческих наук. Абсолютно верно. И умнее. Это точно. Точно. Система маниакального стремления к успеху. Безинструментальная. То есть. А это по сути своей извините за это все, что женщина. Которая большая стала. Вот же такое было. Ну еще. При том, что она. Это не бизнес. Это религия. Понимаете. Каким богам вы кланяетесь. От этого очень много. Жизнь человеческая жизни. Мир деградировал. Потому что священные змеи и боги договорились. Это написано в Боговании. Договорились между собой. Так сказать. И решили, что так будет всем классно. Как будет всем классно. А стало всем просто офигенно. А не классно так. Что вы, Дмитрий, смотрите на это за червами. Вам не нравятся рисы ночи? Вас теряетесь? Я же просто. А вы уже там себе крутите. Не, ну это. Может я ошибаюсь. Это еще образ будет? Ну конечно. Все это нет. Ну естественно. Руки, конечно. Руки, конечно. Руки, конечно. Вот Иисус Духовного Развитета. Раз, он и я просил. Ну такой вы умный. Это откуда-то? Раз, от света, я. Ну все правильно. Все, кстати, и я куда-то. Ну да. Очень хорошо видно. Четкая садвизка. Я очень хорошо. Меня потешили. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете. Меня ничего в этой жизни вообще не радует, но не вашим успехом. Да сейчас успех принц. Великолепно. Ну вот, пожалуйста. Еще. Тогда что такое бизнес? Вам как это объяснить? С какой, так сказать, бизнес? Сейчас, Викторович, вы лучше знаете как это объясните. Аааа, вы это. Ага. Какие лучше объяснить? Что такое бизнес? Ну в общем принятом понимании, что такое бизнес? Механизм полезентирования неких лиц на рынке. Это когда я наёбываю тебя, ты наёбываешь меня, но мы делаем, чтобы этого не понимали. Очень хорошо. Очень похоже на правду. Да. Оля, спасибо. Под Днепропетровский чистая кабала еврейская. Очень хорошо. Да, да, да. Такой хасидский подход. Да, да, да. Правильно. У нас была девушка просто того, где она лучшая подружка. По-другому детству. Она ко мне сюда ездила достаточно долго. Но несколько раз приезжала. И она, в общем, там совсем ничего не скрывает. Что она ходит всегда дома, потому что там много клиентов для её бизнеса. Честно. Она такая, она такая, я же постоянно прикидываюсь на клиентов. Только прикидываюсь, это же не так, что вы понимаете. Я постоянно делаю вот это недолблённое лицо, вроде я ничего не понимаю. Вот. И она как-то сумничала, говорит. Что-то там она не сделала, потому что она читала Тегилин. Я говорю. Она жила, а ты знаешь, что такое Тегилин вообще? Она говорит. Ну как? Ну как? Ну как? Не беру. Записывай. Открывай тетрадку. Тере. Это псалты. Да. По-русски. Да. Это там, где записаны псалмы. Заряды вина. И что ты читаешь, что-то я не понимаю. Какой Тегилин ты читаешь? Ты не знаешь, что это такое. Это не все такие. Им нравится слово. Акваланк. Понимаете? Это вот Алиса в стране чудес. Алиса летела в кроли чудо-ру и думала, интересно, на какой широте и долготе она сейчас находится. Алиса не знала, что такое широта и что такое долгота. Ей просто нравилось два слова. Понимаете? Понимаете? Вот в этом весь прикол. Понимаете? Всего это. В этом весь прикол. Всего это. Да. То есть. Им просто нравится слово. Вы сказали свастика. Вы все хлопать должны. Возле этого. Понимаете? Возле этого вы все должны просто кончить от радости. Что они знают слово свастика. Понимаете? Я считаю так. Это мое личное запомнение. Я его никому не навязываю. Человека характеризуют дела. А не слова. И поэтому для меня все, что человек говорит, не имеет никакого значения. Важно, что он делает. И поэтому, когда мне человек сможет заявить, кто я был в прошлой жизни, я ему говорю, важно не кем ты был в прошлой жизни, а кто ты сейчас, в настоящем обедлении. Вот. Вот что важно. Понимаете? Жуткость. Начинать, в принципе, никогда не поздно. Ну, там уже просто надо догматику объяснять. То есть, когда мне нужно начинать? Ну, я всегда отвечаю так же. Человека 188 реинкарнаций. Какая сейчас, вы не знаете. Дня смерти, вы тоже не знаете. Теперь ответьте себе вопрос, когда вам нужно начинать. Дня смерти, вы тоже не знаете. Потом будете животным, потом деревом, потом камнем, потом обраком. Опять человеком. Ну, опять деревом, животным, человеком. Ну, опять 188. И так до бесконечного. А если уж совсем вы не исправляетесь, тогда камнем, паразитом. Ну, много здесь способов воспитания, так сказать, товарищей. Демоном. Бесконечным. Бесконечным. Ну, сразу. Нет, вы ничего нового не рассказываете. Ну, типа, говорите. Там подробно описано. На русском языке. Что будет с человеком, который то не делает, этого не делает. Ну, это там достаточно, так сказать. Без комментариев сложно. Написано там прямо, только объяснить это нужно. Ну, из таких вот вещей, типа, демон. Кто такой демон? Понимаете? Человек, который не принял истину, он демон. Все люди, которые не приняли истину, они демон. Багавадгиты характеризуют одиннадцать состояний людей. Начиная от ослов, свиней и так далее. И до, так сказать, состояния вот этого, принявшего посты. И до них нет. Есть люди, которые считают, что у них мейменный клуб. Все они описано здесь состояний. Ничего других вариантов. Понимаете? Ничего нового, как говоришь, не существует на планете. Ну, так все. Ну, поэтому надо, во-первых, перестать жить. Жить чужими мозгами. Не начало движения. И второе. Значит, перестать врать себе. Значит, попробуйте не врать себе. Вам от себя точно станет концу бы. Вам от себя точно станет концу бы. А это, как бы, четко продемонстрирует вам, кто вы есть на самом деле. На сегодняшний день. А вот дальше уже, так сказать, вы должны для себя принять решение. Вам ее принимать, ту истину. Или лучше от них хотеть. По-одесски. Все было хорошо. У всех. Ну, я так, когда говорю, чтобы у всех было хорошо. Я подозреваю, чтобы хорошо было только у меня одного. А у всех, я говорю, для того, чтобы никто не подумал, что я желаю им, чтобы у них было хуже, чем у меня. Да. Не лезите ты с ума с собой. У меня, потому что, когда я приезжал в Одессу, они начинают влешаться. У меня в этом болоте, я говорю, навожу порядок, сразу, резко. Но, если бы на семинары люди ходят, у меня, чтобы не семинар, то... Климактерическое, предклимактерическое. Я не реально понимаю, что я говорю дело. Потому что так оно и есть, на самом деле. Вот Ольга Викторовна, она самый честный человек из всех, которые здесь существуют. Она вот всегда в интервью финальном говорит, Олег Викторович, вот особенно Скорохлат, помните, да? Да, она в интервью финальном сказала, Олег Викторович, там, там, глубокая благодарность за технологию, там, технология работает безотказно. Прямо ее созданавливали и применю, и, в общем-то, это же все было... Четыре минуты, сколько, двадцать семь секунд, да? Четыре минуты, двадцать семь секунд, по секунду немало, чтобы все стало на свое место. Технологию мы сразу проверили, в работе, как бы, на конкретном человеке, как бы, на нашем. Но при этом, при всем, Ольга Викторовна сказала прямо, что то, что вы говорите, Олег Викторович, истинно обоплотен. Но слушать это невозможно просто! Да, слушать это невозможно, правда вы? Да. Это слушать, невозможно. Да, это слушать, невозможно. Ну, то есть, вот так вот купить дом. Так я думал, вот так это выяснили. Спишь, пожалуйста? Спишь, пожалуйста? Да. Все эти обряды, которые сейчас занимались, да, сейчас, как возрождение, нововрождение, исполянное. Это все как шоу будет. Ну, театральное, да? Ну, такая ситуация, такая ситуация. Я же не знаю, о чем вы говорите. То есть, как можно все... Ребята, ребята, как можно все обобщать, да? Я бы не стал все обобщать. Я просто сказал бы так, что все эти обряды без дел, без предания, без родоставничества, без отречения, без обретения силы, без исцеления истины, без родопричастия, без координации, без... Да ладно, я от кого-то не скрываю, и всем даю, и кто меня просит, я все обещаю, и все обещаю. Еще я ни одному человеку не отказал. Да, да? Да не, ладно. Ну, как же, что можно отказать? Ну, да. Это же предание. Так я... Ни одному человеку еще нет. Принесение... Капитан. Ну, я понял, что... Это выводы на Интернете, и на Торпите, и на Ютубе, это все есть. Но вот вопрос там применения этого возникает достаточно редко. В основном, оценка с целью написания гадости. Вот и все. То есть, мало кто там желает это применить, либо задумывается о том, там, какие-то вопросы, может еще что-то об этом узнать. Ну, по счастью, как ты можешь, как раз. Ну, да. Не, ну, понятно. Там нет механизма родовстазмического. Только его никто не спрашивает. Кому-то интересно было такое не спросить. Понимаете? Ну, что тут... Спасибо большое. Так нет. Ну, есть же... Это же таинство, славянство. Вот, например, таинство... Вот я же собираюсь сам в следующем году. Пройтись по таинству... Ну, славянство. Да. Собираюсь начать с таинства координации, полностью изложить семинар провести. Потом таинство родопричастия, семинар по родопричастию. Потом провести семинар по обретению силы и исцелению истины. Потом по родоставничеству и дальше. Все. Вот такую вот череду семинаров я планирую. Очень, очень полезную. В новом году и думаю, да? Ну, в новом году так. У нас просто этот год расписан под завязку. Угу. 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 То есть, вот, как-бы, все это есть. Все это я реставрировал. У нас это все работает. Это можно приехать и посмотреть собственными глазами как это делаю. Как делают это мои партнеры, как они делают это в академии с нашими учениками применяем все эти методы каждый прикол заключается не в том что мы знаем об этом и не делали только это и делаем мы столько это и делаем и ничем больше не пользуемся мы кроме постамента ничего больше не пользуемся а это все что дополнительно к постаменту это все продолжение методики постамента инструментарий и все остальное постамент в данном случае чего-то реализовывается Олег Викторович, места силы святей, места поддействия на человека и насколько это не поддействие но поможет человеку или не кажется у вас существует значительная возможная помощь понимаете все это хорошо то что вы только никто ничего никому не поможет в заключении того что в Евангелии сказано Царствие Божие внутрь вас есть а не в местах силы понимаете в свое время мне очень нравится это я купил в Одессе в моем любимом городе который может спать спокойно я там купил книжку очень интересную книжка называется корейская почка дзен сборник неких бесед мастера дзен и некого его ученика вот там есть такой прикол ученик спрашивает мастера дзен какой дзен самый лучший на что ему мастер отвечает если у человека здоровый ум для него любой дзен хороший а если у него больной то и для него любой дзен плохо да дальше прикол вот в чем заключается дело такого рода что если человек на правильном пути то ему и места силы в помощь и таинство предков в помощь все в помощь то есть то есть если человек не на правильном пути то ему все во вред все что он не делал говорят американцы есть люди которые чему бы не прикоснулись все превращается в золото да все в дерьмо превращается так вот это то же самое конечно то есть сила на есть только сила то есть куда направлен сейчас просто разговором сейчас по Украине бозят плащеницу по множеству икон в разных городах и люди якобы обладающие какой-то силой честно говоря точно не знаю к чему разговор столкнулся вот в Луганске как раз в пятницу ехал вот в церковь привезли ее стоит очередь как в мавзолей просто вот стоит кто еще застал те времена когда в мавзолей я конечно все не знаю чтобы честно когда ходили километровую очередь стоит приблизительно вот такая километровая очередь разношерстная людей которые хотят исцелиться прикоснувшись и причем ну разношерстная от таких вот таких ну видно там и какие-то ворыни стоят и бандиты какие-то и бабушки ну все 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 хотят да или а мне один знакомый говорит поехали ну какое делось раз там в жизни бывает надо прикоснуться зачем ну исцеляем я тоже просто задал пару вопросов если ты хочешь исцелиться у тебя проблемы если у тебя проблема к ней привел твой образ жизни и какие-то действия ну вот сейчас тебе это исцелит но образ жизни и действия ты поменяешь нет ну у тебя завтра опять возникнут те же проблемы тебе придется ездить за этой иконой 5 минут всю жизнь всю жизнь да исцеляться и человек просто тут зависит пазл сложился и вот я потом еду и увидел вот эту километровую вопрос как бы то есть хотят чтобы сделали за них что-то да не ребята все хотят таблетки я же вам сказал как как человек получится без контакта покупает таблетку за 800 долларов у некого товарища в Днепропетровске завтра жрет ее засыпает утром просыпается весь без контакта он освободился я вам серьезно говорю лучший преподаватель который существует в Украине без контакта я думаю не только в Украине но и в Европе это вот некий товарищ который продает таблетки по 800 долларов это не шутка Оля это таблетки от любви ну так это и есть без контакта ну да контакты закончилось серии ну так это и правда семинары в Москве стоят 2 дня Таблетки от любви? Любовь признана болезнью. Да, лечится за 4 дня. Покупаешь таблетку, лечится за 4 дня. 4 дня. И полной без контактов. Больше она всю жизнь без контактов. Больше приезжает без контактов и живет в Украине. Продает таблетки по 800 евро. Я не шучу, я серьезно говорю в Гипропетровске. Бардерос, да? Это не сам Бардерос. Это его компания. Они поменяли. Там же Володя. Он же шпилевой. Поэтому я не удивлюсь. Я вам просто рассказываю. Это не шутка. Люди собираются толпами, чтобы избавиться от болезни, которая называется любовь. Платят на 700 долларов. За таблетки и тысячу за семинар. Проходят в семинар, потом жрется таблетка, и ты без контактов. Ты не жив. И нет никаких контактов. Полностью живет. И сосвоил без контактов. Не без контактов, а без убийства. Так они даже статистику под это все дело подводят, что ежегодно на планете Земля 600 тысяч людей заканчивают жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Ну вот, видите. Так что, если вы хотите меня сводить без контактов, тогда они ко мне. Это как барбинош. Таблеточку выпили без контактов. Ну все старшу сожили. Понятно? Недавно один товарищ мне написал в интернете, вконтакте. Преподаватель Спаса. Карзачева. Мне было очень интересно, он вообще понимает, что кто-то спасает. Мы преподаем. Короче говоря, смысл, прикол заключается в следующем. Он мне рассказывает, подружиться захотел бы. Говорит, я майор милиции, то, сё, пятое, десятое. Я ему написал, говорю, если вы из милиции, то вам, наверное, вероятно, к моему адвокату. Он мне пишет. Типа, ты что, очумел? Приеду в Севастополь, уши надеюсь. А у нас есть общая знакомость. Я общему знакомому нашему написал. Говорю, ты там, ну, вразуми. Акцию забуду, что это, как-то сказать. По жизни. Да. А он мне пишет. Знаешь, говорит, я в прошлом году был на семинаре. Он мне тоже уши обещал оборвать. Больше меня на семинары не приглашают. Ну, туда. Поспас. Уши я ему, конечно, говорит, оборвал, но руки, говорит, все переломал. На семинаре, как-то, кантыши. Болевыми просто, ну, банальными, болевыми на суставы, поломал все. Так что он больше не резвился. Вот он мне тоже уши обещал в Донецке. А, это же Донецкие парни. Горячие. Он мне тоже, как-то, обещал в Донецкой руке все пообрубить и уши оборвать. Ну, вот я его... А вот этот товарищ мой, он такой, как-бы, резкий. Ну, сам по себе. Носквич, как-бы... Неплохой. Интересный. Он, как-бы, поудалял все его видео с этой традицией. Я говорю, что не подумал никто, что ты это рекламируешь, да. Я говорю, что это чудовище, которое все уши отрывает. Как-бы, задорвали душа. Ну, они какие-то, вообще, последние в мире странные все. Да, то есть, они все уши оборвут, все хоть бьют. Один, вообще, написал, что здесь общаются там где-то в интернете, на фейсбуке, здесь общаются серьезные мужики. Я всех буду мочить, кто будет серьезно общаться. Ужасно. Смешно, да. Видно, несколько аберрированных сексуальных товарищей, которые всех мочат, замочат, да. Страшный, какой-то дракон, пятиглавый. Если вы не знаете, они бывают трехглавый и пятиглавый. Трехглавый, зеленый. Это морские драконы. То есть, они с трехглавыми. А пятиглавый, это супер-главые. С пятю головами и красного цвета. Сюда обычно приезжают красный и зеленый. В последнее время не очень много приезжают, но раньше приезжало много. Да. И все до одного по моей чеширской морде хотели меня ударить. Да, реально, постоянно набить эту чеширскую морду. Валентина Евгеньевна правильно сказала, когда там рассказывали про Одессу, она говорит, что золотого доллара не пожалела. Посмотреть, кто перед Викторовичем нож достал. Ну, в уличных узловах, да. Ну, там, в общем-то, ничего интересного. И доллар золотой – это не стоит. Это сто процентов. Все, чем это закончилось, я забрал ножку и все разбежали. Ничего интересного. Никакого поединка, никакого мордобоя. Просто отобрал нож и все разбежались. Преимущество, главное – потеря. Дальше уже ничего не интересно. На базарной шоке. Поуширать собрался, прогуляться. И когда мне подумают, что в Одессе мне может тут ножку показать. Ну, где в голову не укладывали. Ну, видите, как стоит. Даже в Одессе. Так что у меня на родине могли там... Что? Ну да, я считаю, да. А то, что вы решили меня повоспитывать. Потому что я там зазнался. Одно время. Хотя уж, не знаю. У меня такое впечатление иногда складывается, что я уже живу таким аскетическим образом жизни, что мне зазнаться вообще крайне сложно. Вообще. Да. Мне показалось, что я зазнался, и меня повоспитывали. Напомню. Об отречении. Для выполнения должности. Для выполнения должности. Да. Счастье. Еще вопрос. Да. Есть такая штука у человека, как лень. О, класс! Ну, ну. Откуда берется, что делать? Бумали всегда с человеком, или в какой-нибудь деградации появилась. И вообще, как ее пинать? Валя! Ну, лень, откуда она вообще возникает? Разве может лениться человек, который принял истину? Разве может лениться человек, который осознал свою истинную природу? Разве может лениться человек, который понимает то, что он здесь делает вообще на этой планете? Откуда он? Разве может лениться человек, который живет постаментом? То есть, вся лень возникает из-за того, что человек просто не знает ответа на все эти вопросы. По сути своей, у него нет причины этого делать. То есть, когда человек что-то не хочет делать, у него просто нет причины это делать. И нет ответа на вопрос, ну, то есть, почему и зачем. Это два вопроса, на которые никто не знает ответ. И даже не пытается осознавать ответы на эти вопросы. И когда человек что-либо делает, у него есть причина, такого понятия, как лень, уже просто не существует. И я могу вам это точно сказать, потому что когда-то у меня тоже это было. Ну, и все. Нет такого же понятия, как лень, когда возникает такое понятие, как выполнение долга. И все. Лиз? Ну? Ты что думаешь? Да ладно, Вадим, все. Можно? То есть, ты... Ой, извиняюсь. Ну, совершенно верно. То есть, человек будет выполнять только те задачи, которые он действительно понимает, ответил себе на вопросы, зачем и почему. То есть, вы будете выполнять только эти задачи. И точно так же воспринимать информацию, точно так же что-то понимать, разбираться будет только в том, где у вас есть эти ответы. Только в этом направлении. И опять же, конечно же, то есть, пока вы не понимаете смысла, ничего делать не будете. А еще наш опытный аппарат безопасности по поводу лени так говорит. Ленивый человек никогда не захочет переделывать. Делать что-то дважды. Поэтому лень, с одной стороны, это хорошо. То есть, вы не будете переделывать какую-то задачу дважды. То есть, вам легче сделать один раз. Правильно? Вот. Поэтому здесь смотрю, с какой стороны, на это все посмотреть опять же. То есть... Лена, все галлюфины, завощённые. Вы лень не по назначению принимаете? Понимаю. То есть, каждая вещь имеет свое значение. И точно так же, как люди просто неправильно применяют ложку и вилку. То есть, они могут там макароны есть ложкой, а вилкой есть суп. То есть, это то, что сейчас происходит на земле. То есть, люди вообще не понимают, что для чего нужно. Хотя, на самом деле, все на этой земле имеет свое совершенно четкое предназначение. Вообще, любая вещь. То есть, человечество сами виноваты в том, что они неправильно все применяют. Какой? Я не сплю. Не ложись спать. Нет. Яныслы уже спрошу, а не надо. Кто-то и видит. Выглядит. Во сне? Как Павел Лантин, что ли, кто-то за 16 выполняет долг. еще вопрос спасибо давайте механизм вообще сна человеку зачем он ему как бы нужен такой вопрос потому что ну как бы треть четверть кто по-разному тратит время на сон как бы большое количество все равно на сон уходит времени но сон не по назначению вот хочу узнать зачем слова он практика да это практика предание посредством резонанса то есть вам надо работать во сне до тренировочная площадка специально а вы спите просто вы закрываете глаза и выключает место работа он имеет сон имеет букву n с n это практика практика применение резонанса посредством придания использование для него средством резонанса практика этого придания посредством резонанса называется со сном а как отличить это комплекс мера это и есть в том числе и практика сна мы начинаем со сна мы сначала работаем со сном потом переходим в параллельную система координат искусственно созданная ну и дальше а потом любую точку не раздай и желание а потом и физически вот так любую точку в этом теле но на полнодиапазон вот такой ну такую же ну она другая как сказать разная но просто вот у полнодиапазонных планет есть одна неприятная а по сути это разведывание нужны определенные навыки и умения для того чтобы эти вещи потому что гарантия о том что что ты оттуда вернешься нет никакой вообще то есть там это полнодиапазонная планета то есть это волшебная то есть там одни ублюдки они живут и все и полнодиапазон там все нормально полный диапазон и полный контакт никакого бесконтакта то есть очереди за автоматом то есть то есть то есть то есть то есть то есть мы с теми где я был мне рассказывают на местах где живет планету где там где там две тысячи или три тысячи человек живет да а все остальное дракон вот они воюют уже там не знаю на протяжении там тысячи лет между собой ну три тысячи человек живет в планете а все остальное дракон ну охотятся на этих людей ну что там в этом роде ну так чтобы вам картинку нарисовать чтобы вы более веселая планета рисует ну что там в этом роде существует только ну как-то вот так не надо же как-то вести из-за таких планет нормальное количество порядки мне говорили там Викторович ну почему там ну где там тема почему Викторович тебе в это бизнес не превратить ну вообще я говорю это невозможно в бизнес превратить оттуда не возвращаются я на себя я на себя грех не есть люди которые этим занимаются серьезно только этим больше не чем вообще это их работа и они немного могут просто я скажу спасибо они мне дорогу для леды жизнь принесли ну и так далее это понимаете они все это учил я начинал это все я а уже мои ученики все это продолжили всего это бы их научил я а а мы значит превратили это в добрый образ жизни свой профессион дело это веселое очень любопытное интересно так не бывает вообще но те кто ставили себе задачу по жизни они ее добивались не были дышки оттуда они шли меня мучили от словитского мучили издевались меня у меня застивали просили тренировались и дали и тому подобное экзамены сдавали зачеты доказывали что они могут и шли и тому подобное прикол заключается в том что когда они добивались чего они хотели они получали полнейшее разочарование от планеты земля ну полнейшее и понимали что им здесь вообще жить не хочется больше и поэтому они вынуждены были сделать это своей профессией чтобы не жить на планете земля будут тошли в планете земля тошли и 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 реальные герои и таких героических людей как они на планете земля не существуют которые больше героев чем а рассказать об этом они никому не могут даже если бы очень заходили Так можно на дурку ее, вы же понимаете, да? Вот самый большой круг об этом заключается. Что бы они ни видели, в чем бы они ни участвовали, рассказать им об этом никому другому. Я только спрашиваю, как они живут, да? Я вам говорю, жизнью богатых без денег. Там я спрашиваю для человека, где они деньги берут? Я говорю, ты сиди, можешь даже представить. Принези, да, уже можешь представить. Если можно принести книжку, дальше можно принести все, что угодно. Есть же еще понятие разности ценностей, помните? На планете Земля золото считается очень ценным, да? Металлами. А где-то оно вообще, да? Ну, даже бред вообще сегодня. Ну, как золото может быть ценным? Ну, есть нельзя. Ну, и куча. Ну, а мне не нужно совершенно. Не спикру. Он уже много раз рассказал. Раньше же вы знаете, да? Золотое изделие одеть было нельзя. Ну, тут да. Нет, нет. Как ты что? Людям позволил бы носить. Ну, что? Человек, одевшись золото, Любое, фережки, сила знания в моих руках. Это жреческие работы по носилу. Высший ранг. Сила знания в моих руках. А если ты камень туда, кристалл вставил, тебя так спросили? Это сила знания и сила оружия. Раньше никто себе не мог позволить одеть золотое изделие, еще и скамнил. Ну, что? За это спрос был такой. Тебе доказывать бы пришлось, что это так. Если бы не доказал, ну, это что-то в уголовной традиции осталось бы. Назвался бы, ну, полезай, не забывай. Помнишь, да? Нет. Назвать можно все, что угодно. Они что подразумевают в последнее время? Что они как-то подключают в определенное состояние, где они могут сказать, что находится здесь или в чем-либо, становится как бы пространством, не просто пространством, а одновременно и всем, что находится внутри этого пространства. Вы хотите сказать, что это воплощение Духа положено вещи кидать? Нет. Нет, это воплощение. То, что сейчас было описано, это воплощение Духа положения вещи. Куполи с теми картинами. Валент, где Деда Евгения? Иди нарисуйте. Прямо это. Воплощение. Механизм воплощения Духа положения вещей. Дальше. Систему куполи я нарисую. Ну вот она, видишь? И вот Дух воплощается в этом положении вещей. Ну вот мы здесь находимся. Дух куполи с теми картинами. И вот это четвертая РПК, Духа, да? Ну этот нет. Он ВДС-104 только. А механизм воплощения ведовая машина всех. Да? То есть при этом человек не может сказать, что он здесь или там, а он чувствует себя. Есть воплощение Духа в положении вещей. Все доверно. Ну то, чтобы воплотиться, нужно использовать механизм какого-то воплощения. Ну, это полное расслабление и полное... Нет. Валя, объясни уже, объясни уже воплощение. Ну, это полное расслабление. Ну, это полное расслабление. Знаешь, вот в мире вот все там говорят, либо пытаются, что это предположения какие-то, то, что... Даже от слова, как результаты, то есть, чтобы достичь чего-то желаемого, да? То есть, вставим усилия, или так впереди какой-то конечный инцидент. Короче говоря, что-то мы хотим получить. А вот теперь вопрос следующий. Как это все сделать? И вот как раз-таки комплекс раструб это то, что готовить некие сосуды для того, чтобы дух мог воплотиться в положение вещей. то есть, комплекс раструб это варианты некой геометрии, в которые воплощается дух. Наверное. Дальше. И способность работать с этим. Дальше. Существует поднятие механизм, с помощью которого дух воплощается. Это отдельная тема для разговора. Это машина раструб с техникой. Упражнение степени. 12 упражнений и дальше. Полный диапазонные технологии. Дальше мера. Дальше слава. Дальше мера. То есть, разные уровни, механизмы воплощения духа с разной силой в положении и дуны вещей. Понятно, да? Вот я понимаю, что если исходя из вашего духа, ну, как вы, как вы, как вы, как вы, разведлённым является тот, кто может воплощаться как дух в положении вещей. Правильно? Соответственно, у меня здесь все до одного разведлённого. Можно так сказать, что вот мужчина задал вопрос. Вот сознание, равное мирозданию, вот это вот и есть. Не, 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 тот же глобус, там уже глобус, этот же глобус. Кондитерож выше, до мира. Только вас с этим управлять можно, если это не партнерно. А, не получается, или не ей управлять. Да не знаю, что я вообще делаю. Помнишь, чего не заработать, что это не будет. Я спрашиваю, как у меня это делать. Не, дядя, не, познание, если исходить из слова построения, то есть это причастие света, познание, если скаббалистическое предсказание, я скажу, познание самого скрытого лица дворца. Мы, в общем-то, этим сейчас и занимаемся. Этим, а во я мы и занимаемся. Проявляется информационная, составляющая Бога. Мы будем все взаимодействовать, чтобы это и не заниматься. Не часть, как света, а это и есть изначальное знание. Это и есть строительные материалы, одновременно информационная, составляющая Бога. Видел? Видел? Еще вопросы? Игорь, а воду же как правильно? Правильно? По сути нахуй. Блин, вас как научно. Существление? Что? Пошли ложить воду. Род полагает три буквы. Р, эталон. То есть быть личным примером для всех. О, предание. Жить преданием предков. Д, творить добро. Соединение всех трех единиц единовременно составляет линейно-вертикальную систему рода. Причастия. Механическая часть рода причастия объединяет в себе превращение в образ жизни. Состояние личного примера. То есть состояние отвлечения. Житье в состоянии предания. Что предполагает? Само по себе. Соответствие. Утворение добра. Что предполагает само по себе Если восполнение добра. Это остров. Никто не постынет. Это по-другому описание. Можно положить ротники. Это все разные вещи. Да. Можно вопрос? Да. Есть некие люди, которые проповедуют. Я слышала, что якобы мама имеет связь с ребенком. Особенно с мальчиком в 30-ти лет. Почему-то не так. Хотелось бы узнать, как это вообще брат. Не правда. Да. Е-мать. Маленький, пушкар. Да. Так, не надо. Прячу. Кто-то бешу. Я не могу г embora. В этом деле, то, что она описала, деградирует свое правительство. Это уже пятый период деградации. Объяснение взаимодействия матери и семьи. С 20 лет это уже еврейская традиция, расколота на русскую юриду. Градам, сын не может жениться, пока мать не умерла. Изначально портодоксальный лендеризм. Рассказываю догматики. Разновидности подобного русской юриды, это следствие того, что догматики ее не понимают. Есть некая догматика и иудаизм. В этом году, в 3-м периоде. И вот это разновидности деградировавшего предыдущего предыдущего. Я слышал, что не только такое предыдущие. Которое было предыдущи. Ну, вот flow, ты расскажешь. Прог purut pie. Да. Мать и жена. Только человек попадает своей матери, а потом же не становится родная. Если женщина не стоит до иди к введоху. То она находится в бан южну под его родным. Он пространство на территории сосредоточ intéressant и к ихbergеже Дагматически они просто вложили туда то понимание, которое им понятно. То, что на самом деле так и есть, они исказили до такого состояния, что нужно послать нахрен своих мужиков. Кажется в деле это не так. Она уходит из-под власти родителя. Ну если так можно вообще объяснить. То есть для нее первая инстанция становится что? Муж, а не родитель. Ну вот так. По сути механизм подчиненности. Естественной иерархии говорили. А они вот так вот преподали, что типа, а как же его почитай родителей, уважай старших. Бред они говорят. Они просто трактуют дом так как им что нравится. Подождите. А то, что жене, понятно, мама не указывает, а муж указывает. Это железно. Не надо забывать про своих родителей. Просто нужно перестать слушать маму. А лучше вообще сказать мама. Вот цыганская игла и вот книга. Ладно. Редактор субтитров А.Семкин.